вот получается так вот этот товарищ ко мне это зацепило мне легко это знаете вы легко обидеть почему вы не занимаетесь другими плодовыми культурами кроме деревьев но первым напрашиваются плодовые кустарники так нет потом еще есть декоративные но еще бы я этим не занимался вот тогда я вначале успокоился потом отвечу и ответил это мой официальный ответ человеку кроме того что я вот освоил тех или технику летнего укоренения кустарников да учу других у меня и фильмы есть и эти и статьи есть вот знаете когда я это придумал помните под бутылками в тени красивые фотографии все разжевано я думал но теперь-то люди вы знаете как легко размножить малину смородину крыжовник шелковицу семечки а потом раз по этим павка горшкам и продавая а человек у меня один раз я вырастила семечки эту самую крупноплодная смородину вот вот видите на этот ноготь видно вот такую получил больше я сказал себе никому не верю и освоил как мог освоил это самую с помощью ведь раньше этого не было почему людей не было пластмассов бутылок согласитесь что это довольно результат 21 века не было и получилось так что она кстати поспела под бутылками я назвал мини парничок прекрасно укореняется не надо делать специально большая теплица специальное освещение специальное то что мы называем водяной туман специальный все готово и у меня получилось и я думал я это статью на 50 есть все у меня есть и фотографии специальная рожон ну все думаю всем не раскаляться никто не будет покупать нашел дураках соседу пошел а у него такой крыжовник а у него такая смородина и он возьмет и это наукореняет и вся страна сразу никто ни ухом не повел такое обстояние как халтурщики сидели на рынке вот у них килограмма лапши вы подходите лапши вам на уши на уши на уши и все а я еще несколько лет потеряно 70 попробуйте вырастить вот это я я отчитываюсь к чекам почему это не только вот только другого дела что-то никому надо издал четыре книги напечатал больше 400 статьи у меня диск со статьями несколько лет а он есть в этом каталоге несколько лет диск с избранными статьями которыми в свое время это был такой фурор это было такое это впечатление об авторе это было такой ажиотаж за моими за газетами сады сибири и этот самый и фазенда за ними очереди занимали как не очереди а люди оставьте оставьте потому что четверг появляется в пятницу их нет и это было вот а сейчас диск несколько лет ни одно статьи никто не прочел раз в месяц вы знаете я на даче нашла газеты хорошо не на гвоздике в туалете а где-то в челаде нашла старую газету а там еще и ваш телефон или там ваш адрес и вот находят меня но это один из тысячи и вот получается что время ушло этих статей все дальше опубликовал в интернете тысячи своих учебных фильмов я не говорю сто тысячи было много съемок с тв провел семинары в москве челябинске ижевске красноярске абакане вот кстати везде я ездил за свой счет вот еще были лекции в клубах садоводов ответил на тысячи звонков и тысячи писем занимает благотворительностью сиротами а это деньги и время как вы думаете деньги и время не нужны вот это вот сделал несколько мировых открытий ну тут для этого время не надо никаких усилий не надо проснулся а вот это тогда только уснуть воли продолжаю почему я остановился в страницу упрек ваш правильный беда в том что потратил 2 миллиона рублей на прикупку 40 соток земли но проблему где садить но высота так и не решил нет возможности наема толковых работников вот таких вот вот так толковых работников тысячу день из кармана вынь да положь а дальше у меня просто примеры вот не знаю раз всех сказал что я занимаюсь фруктовыми деревьями значит он имел ввиду кустарники прежде всего вот это вот бесшипный черный шиповый крыжовник вот вот они занимаются два дерева все пока не занимаюсь кстати ремонтанты малина по билеты единственная в сибири которая действительно умудрялась за один год единственная я перепробовал много сортов занимался и пустарниками то есть проснулась весной дала побег этот же пакет не на второй год дал плоды вы знаете что это малина она двухлетняя а однолетняя это почти сенсация потому что она еще угудрялась мне в зиме правда дать еще урожай в этом же году и я не нашел фотографии у меня они еще были на дисках помните времена когда в благородистском то есть существовал вот и там я стою в шапке ушанки в телегрейке первый снег а у меня кусты покрыты малиной вот и все это она на наших глазах деградировала деградировала а вот это потерял потеряю вот это самая рука волшебная рука бодрый свечен для меня спас больше софт которая привез с украины 5 великий но этот 5 великий на украине были два раза крупнее чем у него руки а когда я пожаловался что чужие такие мелкие вот он сказал что потому что урожай не сильно большой но когда я фотографировал про это я уже рассказывал пропускаем вот еще потом еще одну фотографию а пока продолжаю нашел я фотографию монетоба 604 самый первый рожай вот она классическая и кто у меня кажется песоцкий а Александр Николаевич вы мне попросили косточки монетоба а я выслал косточки назовем их уже гибридными чистая монетоба вот я нашел они у меня постепенно расплывались эти качества ну объяснял показать нашел показал вот этим я не занимаюсь сегодня пришло письмо как чувствовал я хочу чтобы вы мне выслали черенок персика который привит на волосы вишни рассказываю 10 сортов на волосы вишни прижились на следующий год было 8 потом 7 6 5 4 и через десять лет и последние пять лет остался вот один вот пусть это не сотни был бы я ученым не так если бы ученым поручили бы это надо делать больших масштабах вот именно вот это направление вот берешь и приучаешь хвойлочные вишни персик персик выбираешь самый высокий в стране хасанский или самый высокий в стране минусинский высаживаешь сотни сеянцев это я науки это программа должна быть высаживаются сотни 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 они хорошо сходят косточек волосы вишни там уже на следующий год прививаются или через год так потом идет жестокий отбор просто сидеть несколько лет сложа руки потом выявляется вот такой но у них другие масштабы 10 таких вот 50 таких и врачи второе поколение значит смотришь и деревья берутся опять чтобы все по двое были родственники подчеркиваю это один из принципов железовской попробуйте сказать что она не моя сразу сразу это самое поняли значит один из принципов все по двое родственники так поняли все начинается с одной косточки потом 10 подвойных этих самых потом 100 подвойных кустов они все родственники потом с них подвойные косточки на подвой с этих прямой и однажды случается что а обеспечивается уже я специально готов к этому разговору вы видели какой сережевой корень это я выкапал специально вот моя вот его сережевой корень видели значит что будет с ним когда его посадишь там где-то что-то не так то есть превью это не так две веточки спрячу погреб на развитие а сами так и останутся ну стоит лишних рад пододелать я могу продать я могу загнуть 500 рублей поднялся на перчике 300 рублей берут не может кто понимает вот нет то есть я ни одного веточки не продам это не рекламный разговор но масштабах института что можно добиться уже будет прививки на водочных вишнях это значит мы расширяем ареал там где близкие грунтовые воды а это миллионы гектаров по стране миллионы именно те гектары которые относятся к земле которые называются где был все еще не вне загубили где был там тоже самое все вооборот дальше вот мы что будем иметь полную биологическую совместимость а эти-то дают 40 45 градусов морозной кости и даже персик с юга они все с юга согласитесь когда-то они все были если они попали к нам на дальний восток все равно не с китаем пришли правильно а китая тоже бывают и южные и средние и теплые все когда-то было на юге мы можем таким путем используя так называемые насыщение метро по ничью и наслоение метро по железу это должно быть целое направление вот я потянул это не потянула куда мне дальше что у меня один единственный куст но наверное я правильно делаю что хотя бы в таких масштабах микро мини я все-таки хусата пытаюсь добиться и чего-то у меня получается вот я вообще дайте на этот вопрос и ответил вот 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 и я не тверь дедушка не валял я еще работал в друге и за несчеты в друге скиса они как несколько лет работ по три тысячи за полстанки в каждом получал я не пытаюсь вас вызову выдавить вот вот почему вы не занимаетесь это звучит чуть ли не как упрек согласитесь вы не смогли бы заняться и другими раз вот такое это самое ну как сказать в квалифицированной работе вот так бы спросить но я не объявился потому что вы мне помогли а отчитаться я перед общественностью отчитываюсь вот я эти годы время я не терял вот и я при этом вот эта рука боднера я превозношу боднера я преклоняюсь перед боднером одно из его достижений что он спас мой этот самый назовем это спас мой клон украинского сорта самого крупноплодного до 150 и более грамм спас буквально я не мог спасти у меня было сильно много проблем а он спас и вернул мне в виде черенка вот так вот вот ладно про это проходили так хочется вернуться нельзя а то ничего не успею рассказать вот это уже в довесок запоминайте когда вы видите вот такие вот странные формы нечто вы должны знать перед вами дибрид вегетативный или сеянцевый или мы не знаем то есть сеянцевый подразумевается это привитое дерево значит не сеянцевый а ну может это ксения может это перегония но факт то что перед вами гибрид запомните как они выглядят я потом целый подбор как мне вам покажу моих гибридов да почему показывают этот абрикос эта ветка на пустом дереве довещала до мороза вы думаете я взял ее в работу ведь чем позже отодвинешь от заморозков абрикос так и вот тем позже он заплодносится потому что все они на лето потом абрикосов нет все есть абрикосов нет отодвинуть вот этим надо было заниматься а я с протянутой рукой господин губернатор вот это нужна помощь у меня уникальный сад у меня уникальные сады образцы а потом злобный голос с этого который переслали ниже 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 вот а оттуда голос чего вы от нас хотите это с нищего постсовета и вот получается последнее мое открытие у меня есть фильм на абрикосе на обычном оранжевом и режет глаз вот этот вот тоже вот такая же понесла зараза что это каким образом ветром надуло как это случилось вот можем что угодно гадать я сколько пальцев загибаем вспоминаем сейчас минуточку ох люблю поговорить не убивайте ладно сейчас я я тебе памятку написал да почему потому что потому что память не позволяет вот перед вами смотрите учеба ребята еще больше запуток хотите задаю ее вопрос вы студент вот хотите двойку получить нет что можете сказать это или почковый вариант или ментор или споровые или химеры или гибрид сеянцевый или мутации или атовизм раз два три четыре пять шесть семь ответов а как мой вопрос задал если вас все взять и сказать а ну-ка ваши варианты будьте варианты почему никто никогда не угадает как на одном дереве получился совсем другой сорт я говорю сорт о нет сорта фразер вот или форма или клон а все приехали вот это ветка надо заниматься а где кто когда ведь пропадает же все ребята вот эти вот поздние до зимы все пропадает ну что мне дальше что это видео а 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